Здравствуйте, ребята! Сегодня я вам прочитаю сказку Шарля Перу «Красная шапочка». Устраиваемся поудобней, слушаем внимательно, так как в конце моего рассказа я хочу, чтобы вы ответили на некоторые вопросы по содержанию сказки. И если есть желающие, отправите нам в комментарии внизу странички ваши ответы. Итак, начнем. Давным-давно в одной деревне жила-была маленькая девочка. Такая славная и хорошенькая лучше на свете не найти. Мать любила ее без памяти, а бабушка еще больше. Ко дню рождения подарила ей бабушка красную шапочку. С тех пор девочка всюду ходила в своей новой нарядной красной шапочке. Соседи так про нее и говорили. «Вот, красная шапочка идет!» Как-то раз и спекла мама пирожок и сказала. «Сходи, доченька, бабушку проведай, да отнеси ей пирожок и горшочек масла. Только иди быстрее, не мешкай, а то и солнышко зайдет, и пирожок остынет. К тому же бабушке в последнее время не здоровится. Так, может, успеешь помочь ей чем-нибудь?» Красная шапочка была очень посудной девочкой, поэтому пообещала не задерживаться. Девочка сложила в корзину гостинцу и отправилась в путь. Быстренько прошла она через всю деревню, а дальше через поле. Впереди виднелся густой-прегустой лес. За этим лесом и жила старенькая бабушка красной шапочкой. Идет девочка по лесу, а навстречу ей серый волк. «Далеко ли идешь, красная шапочка?» Не знала девочка, что с волком опасно разговаривать. И спокойно ответила. «Я иду к бабушке, несу ей вот этот пирожок и горшочек масла. А где живет твоя бабушка?» Спрашивает волк. «В домике на самом краю деревни, возле мельницы», ответила девочка. И не спеша пошла дальше. По дороге она собирала цветы для бабушки. А лето в этом году выдалось теплое, ласковое. Цветов после дождика расцвело на каждой лужайке. Видимо, невидимо. Красная шапочка забыла, что обещала маме нигде не задерживаться. А вечер уже был ближе. А серый волк посмотрел из-за кустов, то девочка не торопится и помчался к домику бабушки с самой короткой дорогой, чтобы опередить красную шапочку. Прибежал раньше красной шапочки и постучался в дверь. «Кто там?» спросила бабушка. «Это я, красная шапочка. Принесла тебе пирожок и горшочек масла». «Кто голосом?» ответил цитровый волк. «Дерни за веревочку, дитя мое, дверь и откроется», сказала бабушка. Волк дернул за веревочку, дверь и открылась. Голодный волк заскочил в домик и мигом проглотил бабушку. А сам улегся в ее постель и стал поджидать красную шапочку. Ждал он, ждал, даже задремал. А красная шапочка шла не торопясь, останавливалась, рвала цветы и собирала букеты. Она пела песенки и представляла себе, как бабушка обрадуется ее приходу и маминым подарком. Вот и бабушке домик показался. Подошла девочка к дверям и постучала. «Кто там?» спросил вон голосом своим. «Это я, красная шапочка, принесла тебе пирожок и горшочек масла», ответила девочка. «Дерни за веревочку, дитя мое, дверь и откроется». Красная шапочка дернула, дверь открылась. Вошла девочка в дом, села возле кровати и спрашивает. «Бабушка, бабушка, скажи, а почему у тебя такие большие глаза?» «Это чтобы лучше видеть тебя, внученька!» «Вот!» «Бабушка, а почему у тебя такие большие уши?» спрашивает снова красная шапочка. «Лучше слышать тебя, та мое». «Бабушка, а почему у тебя такие большие зубы?» «Чтобы скорее тебя съесть!» рявкнул волк, бросился он на красную шапочку и проглотил ее вместе с башмачками и шапкой. В это время мимо домика проходили дровосеки. Услышали они шум, вбежали в домик и убили волка. Распороли ему брюхо и оттуда вышли красная шапочка и бабушка, обе целые и невредимые. Вот и сказки наши конец. А теперь, детки, обещанные мною вопросы. Скажите, пожалуйста, первый вопрос будет такой. «Куда?» «Мама послала красную шапочку». Это первый вопрос. Второй вопрос. «Кто забирала красная шапочка в лесу, на полянке?» Третий вопрос. «Кого красная шапочка встретила по дороге в лесу?» На эти вопросы я жду ответы на нашей страничке внизу в комментариях. и буду очень рада увидеть ваши ответы. И обязательно, детки, запомните, нужно слушаться родителей и не забывать об их наставлениях. В незнакомых местах нужно вести себя осмотрительно. Не следует с чужими людьми делиться информацией о себе, о своей семье, давать незнакомым людям свой адрес или телефон. Если поведение незнакомого человека кажется вам подозрительным, лучше придумать что-то, чтобы избежать общения с ним. Будьте внимательны, слушайтесь родителей и до новых встреч. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok